Первое показание, которое является вот таким абсолютным, скажем так, к удалению вот этой глоточной миндали. Это храп и обструктивное апноэ сна. И даже иногда могут быть остановки дыхания во сне. Когда мы наблюдаем, наблюдаем, оцениваем. Не на вас, скажем так. Да, не на вас, но мы от нее уже отходим. Нам поставили третью степень аденоидов, сказали резать. Друзья, приветствуем вас. Вы на канале Кардио Шеф. Меня зовут Екатерина Яцкевич. И сегодня мы будем говорить с лор-врачом с 15-летним стажем, автором блога Ярославой Боклиной. Ярослава, здравствуйте. Здравствуйте. Очень рада вас видеть. Что касаемо, как вы сказали, первого показания, которое является вот таким абсолютным, скажем так, к удалению вот этой глоточной миндали. Абсолютным показанием и во взрослом, и в детском. Ну, больше все-таки это про детский возраст мы говорим, да, поскольку это, в общем-то, детская патология. Это то, о чем мы уже поговорили. Это храп и обструктивное апноэ сна. Вот это абсолютное показание. Если мы зафиксировали эпизоды храпа и остановок дыхания во сне, и этот эпизод неприходящий, то есть, например, ребенок начинает храпеть тогда, когда он заболевает, на период ОРВИ, да, за счет отека, за счет увеличения глоточной миндальной и так далее. И даже иногда могут быть остановки дыхания во сне во время ОРВИ, но они носят приходящий характер, они не длительные, это не система. И когда ребенок выздоравливает, он дышит нормально, спит нормально, все хорошо. Тогда нет, тогда мы наблюдаем, наблюдаем, оцениваем. Ребенок находится под динамическим наблюдением отоларинголога, но мы не лезем сразу со скальпелем. А вот если этот храп и остановки дыхания во сне системные, если апноэ сна среднее или тяжелое, то есть, это от 5 до 15, и там уже до 30 эпизодов остановок дыхания. За ночь? Да, в течение часа. А, в течение часа даже. До тогда это уже абсолютное показание для удаления аденоидов, и, собственно говоря, мы уже ничего не ждем, потому что это опасная история. Хорошо, тогда я спрошу дальше. Это абсолютное было, относительное, я так понимаю, это вот эксудативные и другие виды отитов, да, как осложнения. Есть еще какие-то признаки со стороны, например, вы сказали сейчас ушей, со стороны того же носа или частой ангины, которые тоже являются таким показанием? Ну, с ангинами немножечко другая история, это все-таки история танзелита, да, если мы вернемся к аденоидам, то да, конечно. Это затрудненное носовое дыхание, стойкое затруднение носового дыхания. Это действительно частые ОРВИ, да, то есть ребенок реально часто болеет. То есть это не из истории часто болеющий ребенок, который вот диагноз, ну, такая вот градация детей, да, на сегодняшний день она уже... Не на вас, скажем так, да? Да, не на вас, но мы от нее уже отходим. А ребенок действительно часто болеет, и эти эпизоды ОРВИ заканчиваются осложнениями, то есть отитами, синуситами. И у детей, например, подросткового возраста вот эти вот риносинуситы, то есть это воспаление пазух носа, да, гнойные воспаления, бактериальные, они не поддаются хорошему лечению одним, двумя, тремя курсами системной антибактериальной терапии, да, и эти ситуации рецидивируют. ОРВИ, и запустился вот этот процесс, ОРВИ, и опять синусит, или ОРВИ, и опять гнойные отит. Да, это показания к удалению аденоидов, если они являются причиной, да. Причем мы никогда, вот очень часто родители задают вопрос, приходит, там, мама в ужасе, нам поставили третью степень аденоидов, сказали резать. Но тут нужно понимать, что мы смотрим не на степень, мы смотрим на то, что происходит с ребенком. Потому что бывает ребенок со второй и третьей степенью, и никаких проблем нету. А бывает ребенок с первой, второй степенью, но аденоиды в таком состоянии находятся, постоянно воспаленном, да, или они растут таким образом, что блокируют глоточные устья слуховых труб. И этот ребенок ходит с постоянными отитами, теми или иными, да, или он действительно постоянно заболевает. И вот это даже небольшие аденоидные вегетации, но аккумулирующие в себе уже инфекционные агенты, и вот в лакунах этой миндалины уже живут резистентные микроорганизмы, которые не лечатся никакими антибиотиками, да. И вот каждое вот такое вот воспаление, каждый острый эпизод влечет за собой патологию пазуха или уха. Понятно, что мы это оперируем. Постоянно открытый рот, формирование аденоидного так называемого лица, да, изменение прикуса, скучность зубов, развитие гипокнотии, то есть нижняя челюсть, когда уходит назад и к низу. То есть вот есть конкретные признаки, да, по которым мы оцениваем ребенка. И когда это все складывается, мы понимаем, что да, здесь уже нужно действовать более радикально, и никакие капельки, никакие там спрейчики и таблеточки в этой ситуации уже не помогут. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!